Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По 29-й годы власти будут заниматься повышением производительности труда, внедрением новых транспортных технологий. На третьем этапе после 29-го года прописано рациональное использование ресурсов, развитие промышленных инноваций, выход на перспективные инновационные сегменты рынка пищевой продукции, использование интеллектуальных сетей электроснабжения и даже возобновляемых источников энергии. Зарплата кировчан через 15 лет должна вырасти в 2,5 раза. Стратегия сейчас дорабатывается, будет повторно направлена на согласование в Минэкономразвитии России, а затем чиновники начнут составлять план ее реализации. Программа Экономика. В Кирове за месяц центр занятости устроил на работу более 600 человек. По его данным, примерно половина тех, кому находят работу через центр занятости, люди младше 30 и те, кто впервые трудоустраиваются. Устраивают кировчан как на постоянные места, так и на общественные и временные работы с материальной поддержкой. Всего по Кировской области за первый месяц 2021 года за помощью в поиске работы обратились в центр занятости 3,5 тысячи человек, устроили 1400. Экономика. На 101. Налоговая перестала принимать отчетность на бумаге. С 2021 года ее нужно подавать только в электронном виде, напоминает Кировская налоговая инспекция. Это касается всех категорий налогоплательщиков с отчетностью за 2020 год. Годовая бухгалтерская отчетность должна быть представлена до 31 марта. Подача на бумаге будет основанием для отказа в приеме. Освобождены от представлений годовых отчетов организации госсектора Банк России, религиозные организации, организации, представляющие отчетность в Банк России и организации, в чьих отчетах содержится гостайна. Экономика. Завершение. В валютах. Доллар сегодня 75.11. Евро стоит 89 рублей 89 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.